здравствуйте уважаемые гости и подписчики канала объективный уголок перед вами на рабочем столе кроме рук еще целых три предмета шуруповерт лежит просто как символ для его его в принципе можно в сторону пока не пригодится отвертка имеет огромнейшее значение она позволяет объектива не убегать из кадра и не пытаться спастись своими силами от того что вы сейчас ожидает впрочем даже без отвертки далеко он убежать не успел что за объектив объектив зовется fuji non tv z 1 и 8 светосила 10 кратный зум 16 160 есть маркировка c 10 на 16 видимо это относится к размеру кадра и все это дело произведено fuji photo optical company lens japan видимо где произведено и серийный номер 57 89 59 где под год выпуска в принципе подходит и 57 и 59 объектив весьма весомый вот прям вот взвешивать его сейчас не за что его подцепить нет здесь никаких креплений под это дело но поверьте на слой килограмма полтора он вполне тянет в общем немаленький такой товарищ и его предстоит на что-то адаптировать автор уже представил его камере в г-20 с крупом 1 5 собственно говоря она сейчас пишет картинку и к сожалению к сожалению не мои надежды не надежды владельца не подтвердились данный fuji non кроет кадр весьма небольшой примерно вот круг вот такого размера появляется на матрице и хорошо если в конечном счете данный зумчик справится с кропом например 3 виду того что здесь еще нет никакого крепления полноценного погонять по всем фокусным возможности не было банально держать удобно но есть некоторая надежда что на фокусных хотя бы миллиметров от 50 кадр закроется несколько больше впрочем это пока все догадки и велами по воде так вот готовить на nex в контексте малого размера кадра ну это не самая хорошая идея и пожалуй напрашивается сюда единственный такой не более универсальный вариант это готовить на резьбу м 39 под дальномерные переходнички вот такого плана летом 39 на из данном случае хотя если совсем-совсем притык совсем-совсем впритык может быть есть даже шанс вытащить рабочий отрезок м42 однако в контексте размера кадра ну это практически бессмысленно поскольку из зеркальных камер самая маленькая матрица пожалуй только на олимпус е вот и все а это crop 2 то есть как бы смысла все равно нет касательно того как это дело разбирается с интересующий нас в смысле меня и вас части объектива а именно с заднего торца есть 6 винтов под крестик и поверьте автор искренне надеется что это именно винты а не саморезы поскольку с саморезами в конструкции японских объективов уже сталкиваться приходилось и надеюсь что они три четыре пять шестой по ту же пошел да это винты все отлично либо м два с половиной либо двойки больше воспалены похоже это уже хорошо удалением данных винтиков автор надеется снять весь черный задник и привернуть потом уже свой задник новый по этим же самым местам хотя с учетом расположения винтов здесь могут возникнуть некоторые заковыки что винты придется закручивать какой-то хитро отверткой либо придумывать другие варианты так задник вид изнутри это раз здесь имеется парочка желтых проставочных колечек это 2 их общая толщина я бы сказал что совсем небольшая далее есть следующий ряд винтов и он уже он уже относится к следующей детали и в ней уже вкручена задняя линза то есть дальше разбирать корпус нам как бы и противопоказано потому что пойдет разборка уже оптики при этом после снятия задника который видимо предполагается изначально легко заменяемым у нас ничего дальше не разбирается все вот за кольцо диафрагму можно даже поднять и ничего от этого не произойдет таким образом таким образом задача у нас упирается в изготовление вот подобного элемента но с резьбой и нужных размеров 38 38 практически по краям отверстий ну плюс еще немножко на шляпке винтов как бы получается немножечко впритык да то есть получается такая ситуация что делать здесь придется наверное даже либо им 42 поскольку именно при заднике м42 в роли которого мы сейчас возьмем приложим макро колечко вот при заднике м42 у нас остается возможность сделать полочку внутри через которую как раз опустить винты имеется виду вот полочку аналогичную как в исходной детали потому что как раз винтики у нас располагаются внутри вот этого собственно говоря отверстия в гипотетическом заднике м42 как то так не очень хорошая новость на самом деле потому что впритык м39 в принципе тоже можно впихнуть но в этом случае винты придется потом вкручивать отверткой под углом что само по себе не очень хорошо и придется изворачиваться не говоря уже о том что при вкручивании винтов под углом отверткой можно банально снять немножечко микро стружки которые в камере делать нечего в общем очередная серия примерок чтобы понять получится ли м42 проще всего сейчас взять переходником 42 конекс и собственно говоря к нему прислонить так в общем следующего формата новости под переходником 42 сделать вообще никак не получится поэтому будем делать даже не под переходником 39 хотя рабочего отрезка хватает где-то вот на сантиметр его еще отнести от торца а делать будем как вот он у нас условный задник объектива сюда мы крепим свеже точенную деталь но не просто деталь средь будем 39 а мы поступим как и делал некоторое время назад еще когда резьбы не нарезал здесь будет кольцевая канавочка коническая и как раз в эту коническую канавочку у нас будут упираться стопорные сборочные винты непосредственно переходника поскольку сделать именно резьбу м 39 чтобы это все в конечном счете выглядела и работала нормально я бы не хотел честно говоря рисковать могу не пройти потом переделывать придется всю большую деталь что совершенно непозволительно тем не менее даже в таком варианте у нас остается возможность и настройки рабочего отрезка с помощью проставочных колец и возможность замены крепления все как говорится нормально единственная разница будет в том что крепление заменяться будет у нас не сворачиванием переходника в целом а только заменой наружной части того самого переходника само собой токарная работа ничего сверхъестественного и нового у себя не представляет ее совершенно спокойно оставлю за кадром если в процессе будут возникать какие-то новые нюансы о которых стоит упомянуть безусловно автор это сделает спустя примерно один рабочий день если читать именно рабочие часы спустя некоторое количество металлообработки из заготовки в 95 51 90 миллиметров диаметром у меня народилась новая деталь так выглядит новый задник для подопытного 6 отверстий на месте размеры на месте с этой стороны как и обещано посадка под наружную часть переходничка м39 микро 4 3 в контексте того что размер кадра у объектива маленький по сути можно было бы делать сразу не стремное крепление микро 4 3 но пусть лучше будет хоть какая-то возможность что-либо поменять в перспективе поскольку например у nikon 1 у samsung nx mini матрицы еще меньше и к примеру если кто-то будет использовать данный объектив на этих камерах то опять же есть возможность поставить нужный хвост без глобальных переделок либо в крайнем случае потребуется что-то куда-то доделать но сама основа позволяет вносить изменения и это мой взгляд уже хорошо новый задник получился несколько точнее чем исходная деталь в том плане что у него нет никаких посторонних шевелений зазор до кольца диафрагма меньше и можно сказать что это такой вот небольшой камушек в японский огород с другой стороны наверное вот эта вот точность в данном конкретном случае ни на что и не влияет и больше наверное относится к моему собственному удовлетворению от проделанной внимательно работа собственно говоря сборка она упирается только в то что наковырять отсюда все винтики и шайбочки неблагодаря сброшенный в общую кошку от предыдущей работы все это дело завернуть закрепить хвост микро 4 3 и толкнуть так сказать финальную речь вид задника объектива полностью собранном виде ничего не зажимает все крепенько и прочненько ну а теперь некоторое количество нюансов связанных с данным объективом размеры свежеподготовленного задника таковы что с ним объектив при фокусном расстоянии 160 миллиметров при максимальном уверенно фокусируется на бесконечность и до минимального предела порядка двух метров плюс минус 2 и не проводил точных замеров но как и наверное у большинства объективов удобной компоновкой а именно с фокусом передней группы линз при изменении фокусного расстояния сбивается и фокус и в какой-то момент если будем откручиваться в сторону более широкого угла заметим что фокус уплывает 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 и в какой-то момент фокусировка упирается во второе крайнее положение и дальше уже никуда таким образом при текущих размерах задника реальный диапазон работы объектива он не от 16 до 160 а наверное где-то от 120 до 160 это условно примерно для наглядности почему такое оказалось вообще принципиально возможным и почему такое мало произойти автор считает что это связано с исходом назначением объектива студийная работа в строго заданных условиях в том числе и по дистанции съемки когда бесконечность не нужна в принципе соответственно при этих условиях штатный хвост у нас не учитывает бесконечность зато отлично учитывает работу объектива к примеру от 10 до скажем 25 метров опять же сугубо на вскидку сугубо для наглядности какие-нибудь цифры поэтому то как раз механизм фокусировки передним блоком и не вытягивает весь диапазон на всех фокусных что делать будущему владельцу объектива если таковой смотрит данное видео либо вы его знаете и нужно дать какой-то совет решение на самом деле есть это брать данный объектив опять же строго заданные известные условия если вам не придется снимать к примеру пейзаж под луной то подложить под хвост объектива сняв его с помощью 6 винтов некую прокладочку некой толщины которая как раз и переведет диапазон фокусировки объектива на какой-то другой интервал расстояние толщины прокладок подбираться должны исключительно опытным путем как говорится по ситуации и в перспективе если объектив станет постоянным рабочим инструментом то накопится некий арсенал прокладок с нужными толщины и под разные расстояния причем их делать из металла в общем-то и не обязательно достаточно нарезать из толстой бумаги из тонкого картона из пластиковых папок в общем из всего того что в листовом виде имеет стабильную толщину и легко обрабатывается банальными ножницами так или иначе но личное мнение автора насчет конкретно данного объектива и его собратьев возможно и его собратьев ну не очень стоит с ними связываться даже на фоне простоты переделки отдачи не так уж чтобы большая получалась до светосила до зум до 10 кратный у кого-то может даже светосила и побольше и зум побольше но с другой стороны вес габариты ограниченный функционал по крайней мере именно здесь хроматизм на открытый в общем если это и инструмент фотолюбителя то инструмент требующий большой подготовительной работы прийти на место с рулеткой промерить все расстояния подобрать прокладочку под нужные расстояния невозможно какие-то еще манипуляции и действия ну и само собой размер кадра поскольку даже микро 4 3 данная линза не отрабатывает полноценно очень слабые края а то и вовсе черные края однако по картинке все не так уж и плохо как может показаться с моих слов центр весьма приличный тем не менее да и с разрешением по крайней мере миллиметров и так до 120 до 130 по фокусному расстоянию тоже вроде как полный порядок особенно если диафрагму чуть чуть прикрыть так вообще никаких замечаний этот максимальная фокусная немножко расстроила а так в целом прилично тестовой съемки сегодня вообще никаком виде не будет поскольку объектив тяжелый никаких креплений к штативу у него нет фокусное расстояние под которой сейчас заточен задник она не позволяет нормально снимать с рук так что это будет просто разочарование и ничуть не показательно вообще ничуть не показательно и в общем не стоит делать такие плохие видео ряды поэтому сейчас с вами прощаюсь упаковываю объектив ну а вам всего доброго и до новых встреч на канале объективный уголок а